О, какая замечательная сегодня погода! Как хорошо с утра для зарядки покосить травку! Сегодня мы идем в баню, и у нас в гостях будет ведущий программы «Моторы». О, дружище! Ну что ж, привет! Сергей, у меня сразу два вопроса. Первый – зачем ты меня сюда притащил? И второй – что за сельхозорудие у тебя в руках? Сегодня, Гера, мы с тобой окажемся в бане. Ты увидишь, зачем я тебя притащил, чтобы ты видел то, на чем мы сегодня будем париться. А инструмент этот – это обыкновенная крестьянская коса. Так что сложного ничего нет, но самое интересное – ты все узнаешь в бане. Ну что ж, заинтрибован. Гера, на Сенавале давно не отдыхал? Сейчас Сенавал видел только по телевизору, а городской житель. Я думаю, тебе понравится. Ну, сейчас посмотрим. Вот, Гера. Держи-ка. Красота. Как в учебнике за третий класс. А зачем нам эта штука? Вот эта штука называется сено. Кстати говоря, сено должно быть очень хорошим. Мы возьмем его с собой в баню, и ты узнаешь, зачем в бане сено. В бане. Дрово закончилось. Вот какое шикарное у нас сено. А знаешь, чем отличается хорошее сено от просто сено? Разумеется, нет. В хорошем сене, в хорошем сене есть целебные травы. Вот тут даже зверобой, я смотрю, попадается. Клевер, зверобой, чабрец – они очень полезны. И ты об этом еще узнаешь. Добро пожаловать в баню. О, Гера. Да. Этот букет так никто и не купил. А зачем его покупать? Мы сейчас будем с ним делать чудеса. Мы его приготовим для нашей баньки. Это береза, смотри, какая-то классная, зелененькая, ароматная. Понимаешь? Супер. Супер. А вот там дуб. В чем разница функциональная между тем и этим? Вот это тоже пахнет, да? А, то и сильнее, пожалуй, даже, да? Береза и дуб – это веники, которые просто необходимы в бане. Париться мы будем и тем, и другим. Но дубовым веником мы будем прогреваться, а березовым мы будем париться и собирать продукты, которые наше тело будет отдавать шлаки, пот. Поэтому мы сегодня будем и дубом, и березкой. Понял. Какие другие деревья используются для веников? Любое растение и дерево можно использовать, но нужно просто смотреть по его свойствам. Например, есть липовые хорошие веники. Липовые. Еловые, пихтовые, можжевеловые, и даже эвкалиптовые. Но это все мы увидим в парилке. Еловые, как-то, по-моему, с налетом садомаза небольшим. Нет, дело в том, что еловые веники, ими не парятся, на них ложатся. Веники не только для того, чтобы парить. Не будем о еловых вениках. Давай так это же. Тогда у нас классический вариант русской бани. Классический вариант. Это березка и дуб. Заливаем водичкой. Она горячая или холодная? Потрогай. Она теплая. Теплая. Это существенно. То есть мы не запариваем веники, хочу подчеркнуть, а мы подготавливаем веники к парению. Заливаем прохладной или теплой водой. Почему нельзя заливать горячий? Там будет березовый чай в результате? Если мы зальем горячей водой, у нас будет отвар березового веника. Ага. Дуб еще выдержит. Но березка – это очень нежное дерево. Если ты сделаешь в следующий раз так, как я тебя научу, почувствуешь разницу. Вот здесь наши венички полежат минут 20, а мы с тобой пойдем готовить по веночку. Пошли. Ух, здесь уже жарко. Или это считается еще не жарко? Ну, относительно. Температуру мы создадим. А это, помнишь, мы с тобой брали? Конечно, помню, как я могу это забыть. Как это называется? Она мне уже как родная. Как говорится, любишь кататься, люби саночки возить. Это сено мы сейчас с тобой будем стелить вот сюда. И этим займешься ты. А я буду тебе помогать. Поехали. Просто на дерево стелим? Да, прям берешь, берешь, с краешку, с краешку, с краешку. И слева направо. Слева направо. Сергей, я признаюсь, я путаю лево и право. Ну, не важно. Можно справа налево. Тут не принципиально. Самое главное, чтобы у нас вот эта полка, вот эта полка была застелена хорошим сеном, подчеркиваю, хорошим. А что такое хорошее сено? Это когда трава была скошена, желательно косой, руками, в хорошем месте, в хорошем лугу. То есть там должны быть целебные травки обязательно. Если это сено или солома с поля, где косил комбайн, такого удовольствия вы не получите. Продолжай, продолжай, продолжай. То есть около атомной электростанции, газонокосилка и, наверное, вообще никак, да? Это вообще никогда. Расстилаешь аккуратненько. Сергей, слушай, расскажи мне одну вещь, которая меня волновала всю жизнь. Я сразу в отношении бани, я невежда, невежда полный. Но тем временем я всю жизнь мучил один вопрос. Я понимаю, что это сложная культура, богатая на традиции, на все дела. Я сам человек со странностями и умею понимать странности других. Но зачем нужны эти жуткие шапки, которые всегда надевают на голову? Во-первых, что касается шапок. Если человек, вот у меня есть люди, которые парятся без шапок, если им комфортно, если им комфортно, ради бога. Но среднестатистический человек должен предохранять свою голову от той температуры, которая у нас здесь будет. У нас здесь будет 80-90 градусов, представляешь, да? А шерстяная шапочка, она защитит, будет более комфортное ощущение. Если шапочка шерстяная, она воздух пропускает, воздух пропускает, но ту жару, которую мы здесь создадим, то тепло, оно безопасно для нашей головы. То есть мы просто надеваем шапочку для того, чтобы комфорт парения, парения у нас был максимальный. Вот уже, 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 уже хорошо, уже хорошо, разравниваешь, так сказать, хорошо. Туда вот в ножки надо еще, в ножки. Сейчас будет в ножки плохо. В ножки, в ножки, в ножки, в ножки. В ножки. Как тебе? Не колется она? Нормальная? Ну, пока не знаю. Да? Ну, все на хорошее, кстати, хочу сказать. Серьезно хочешь сказать, что я должен на это лечь голым телом? Да. Ух. Но, скажу такую вещь, что вот сейчас оно вроде как колючее, да? Но мы еще только готовим. Готовим. Кстати говоря, у тебя тело нежная? Кожа, как ты считаешь? Ну, скоро узнаю. Да, скоро узнаю. Потому что если, если человек, который парится на сене, испытывает какой-то дискомфорт, а дискомфорта в бане быть не должно, мы можем постелить вот такую соломенную тоже подстилочку. Но это для тех людей, кто достаточно нежный. Ну, я думаю, Гера у нас выдержит то, что мы сделаем на обычном хорошем сене без этой соломенной подстилочки. Да, да, да. Что это за тип такой парения? Потому что я вижу первый раз вот настолько... При мне первый раз настолько усложняет процесс парения. Не только ты. Многие, кстати говоря, с удивлением, я думаю, смотрят, что мы сейчас делаем. Мы взяли сено, пришли в баню, начинаем его стелить, как на сеновале. На самом деле это у нас будет называться парение по-царски. Парение по-царски. Почему так называется? Потому что, ну, во-первых, на сене, подчеркиваю, на сене, не на соломе, любили париться высокопоставленные наши цари. И оттуда пошло название парения по-царски. То есть, если просто жесткая полка, да, это как бы христианский такой быт. А вот когда что-то постелил, что-то постелил, уже мягко. Но мы еще подготовим. Это у нас предварительный этап. Следующим этапом у нас будет то, что заставит это сено быть достаточно мягким. И вы сейчас в этом убедитесь. Так, ну вот, я думаю, Гера, пока достаточно. Хорош, да? Да, вот теперь смотри, значит. Как твои ощущения, если, допустим, голой рукой? Да? Очень колючая? Да, вроде не очень. Не очень, но достаточно колючая, да? Достаточно. Вполне колючая и не надо. Вот теперь мы возьмем одну очень интересную, нехитрую вещицу, которая называется пулевилизатор. То есть, это емкость с водой. И мы делаем вот такое нехитрое действие. Видите? Что мы делаем? Мы смачиваем слегка, слегка смачиваем наше сено холодной, подчеркиваю, холодной водой. Для чего мы это делаем? Мы слегка увлажняем травку, она у нас набухает. Во-первых, начинает источать аромат. Аромат. То есть, вот чувствуешь, как усиливается запах, да? Да. То есть, когда сено сухое, оно само по себе очень хорошо пахнет. Но когда, когда мы увлажняем его, запах усиливается. Потому что те эфирные масла и фитонциды, которые были в сене, да, набрав водичку, они начинают испаряться. И вот этот аромат передает такое ощущение блаженства. Уже сам запах способствует тому, что нам приятно здесь находиться. И вот таким образом, увлажнив нашу с вами такую подстилочку, мы и сделали из нее практически мягкую поверхность. Она немножко набрала влагу, да, и уже стала гораздо мягче. Гера, я смотрю, ты уже начал потеть. Из-за от страха, что-то. Конечно. А сейчас мы с тобой пойдем туда, где мы с тобой подготавливали веники. И вернемся уже, что называется, для парения по-царски. Пошли, дружище. И так. Какой шикарный цвет, обратим внимание, да? Ага. Как будто настоящий, только что из леса. А все почему? Потому что мы их заливали прохладной водой, прохладной, можно тепленькой водичкой. И у нас веники просто-напросто набрали в себя влагу, и сейчас будут нам дарить ту радость и удовольствие, которую мы будем париться. Готов? Готов. Тогда вперед. Ножками туда, головой в мою сторону. И приготовьте получать наслаждение от русской бани. Баня – это целебное удовольствие. Боюсь, что нет, но бежать поздно. Поехали, чушь. Поехали. Но прежде чем мы поедем, помнишь, мы какой в воде за веники подготавливали? Да. Прохладной. Прохладной. И они у нас сейчас, по-другому, прохладные, да? Да. Так вот, чтобы они были у нас готовы к парению, мы должны их прогреть. Вот у нас здесь температура сейчас около 80-85 градусов. Да, чувствуешь, пошло тепло? Да. Вот, 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 вот. То есть мы приподнимаем наши веники, и мы их прогреваем. Веник должен быть подготовлен к парению как до парения, так и во время парения. То есть он должен быть теплым. Не очень горячим обжигающим, но теплым. Вот сейчас у нас здесь, вот, пошло тепло. Чувствуешь, да? Да. Вот я тоже чувствую, что веник у нас уже, я обычно по себе вот так проверяю. Уже он не обжигает, еще не обжигает, но он уже достаточно у нас горячий и влажный. И теперь мы начинаем, есть такой термин, порхание бабочки. Порхание бабочки. Это когда теплый, а вернее горячий воздух мы забираем сверху и опускаем на тело парящегося. Кстати говоря, вопросчик такой, ты потеешь, то хорошо? Да, припрос. Это радует, это радует. Потому что наша задача, наша задача в бане, как можно лучше пропотеть. Как можно лучше пропотеть. И я вижу, мы уже начинаем добиваться какого-то результата. Вот у тебя пошел кот. Сначала на первом этапе тело нужно обязательно прогреть. Сразу бить, как многие говорят, веником себя нельзя. Во всем нужна подготовка. Вот мы подготовили твое тело. Я вижу, поры открылись, пар пошел. И ты уже готов, так сказать, получать удовольствие от парения хорошими, хорошими вениками. Сегодня у нас дубовый и березовый веник. Вот мы тебя прогрели. Сергей, скажи вот такую штуку. Ты косил траву, она, соответственно, была свежая. Я сейчас лежу на сушеной. Почему так? Почему, собственно, не лечь бы на свежую? Многие, многие, когда косят, наслаждаются ароматом скошенной травы. И задают такой же вопрос. А что, если мы постелим эту траву в парилку? Будет аромат. Хочу вас предостеречь. Аромата не будет. Трава свежая нагреется и будет очень горячей. Очень горячей. И когда вы ляжете на горячую траву, вы испытаете не ощущение блаженства, а ощущение, которое вас может даже обжечь. А сено, которое мы постелили, оно не нагревается. Оно сухое. Мы его слегка увлажнили холодненькой водичкой. Но, тем не менее, оно температуру бани не поддерживает. То есть мы лежим и дышим фитонцидами, которые там присутствуют, да? Но не испытываем дискомфорта от высокой температуры. Опа! А теперь, Гера, терпи. Вот сейчас хочу сказать, почему два веника, да? Два веника. Дубовый веник, дубовый веник. У него широкие листья. Вот, видишь, пар пошел. И вот твоя спинка покраснела. Он хорошо прогревает. Мы прижимаем и прогреваем твое тело. Дубовый веником хорошо прогревать. Но тот пот, который выделяется из тела, да? Мы собираем березовым веником. Березовый листочек шероховатый и очень хорошо впитывает все продукты распада нашего организма. Ведь в баню мы ходим для того, чтобы попотеть, чтобы избавиться от шлаков и токсинов. Если человек хорошо потеет, это признак здоровья. А теперь немножко потерпи, чтобы потом поблагодарить, в первую очередь, русскую баню за то, что она подарит тебе замечательное здоровье. Так, теперь поднимаем пяточки. А зачем поднимать, собственно говоря? А дело в том, что у нас все наши органы проецируются на подошве. И движение крови или крови начинается у нас с ног. Поэтому, когда человек простужается, в первую очередь, прогревают ноги. То есть мы тем самым прогреваем ноги, делаем и массаж. И способствуем тому, что кровь у нас движется гораздо быстрее в нашем организме. Опускаем и продолжаем наш веничный массаж. Может, еще что хочешь спросить? Ну, смотри, ты наверняка сталкивался с таким явлением, как баня в исполнении непрофессионалов. То есть раскалить ее как можно сильнее, веником побить как можно жестче. Естественно, не замочить его, а заварить и все дела. Если собрать все неправильности, которые делают люди в бане, если бы просить выделить три самых неправильных и самых, ну, может быть, опасных, ты бы что назвал? Какие самые главные ошибки совершают люди, которые в этом ничего толком не понимают? Ну, во-первых, значит, как я уже сказал, веник кипятком заливать нельзя. Слово запаривание – это неправильное слово. Веник нужно подготовить к парению. Во-вторых, некоторые подбрасывают на каменку холодную воду, когда делают пар. Это тоже делать нельзя. Пар становится влажным, и атмосфера в бане приобретает совершенно иной характер. Ну, и третье – нельзя употреблять алкогольные напитки до захода в парную. Человек должен заходить чистый, трезвый и готовиться к получению целебного удовольствия. Ну, вот эти вот основные, как бы, может быть, то, что мне пришло в голову, можно еще перечислить. Но это мы в беседе за чашкой чая. Ага. Тогда давай про температуру, коль скоро у нас тут жар. Какая должна быть температура, и какая не должна? Вот скажи мне, Гера, по твоим ощущениям, тебе жарко или комфортно? Ну, комфортно. Комфортно, да? Вот это самое важное. Мы можем температуру приподнять, можем чуть-чуть опустить. Но средняя температура в русской бане колеблется от 70 до 100 градусов. То есть в зависимости от твоего субъективного ощущения, если хочешь пожарче, мы сделаем пожарче. Если тебе очень жарко, мы сделаем температурку поменьше. Самое главное, чтобы ты получал удовольствие и не испытывал дискомфорт. Вот такой будет мой ответ. Сергей, тебе в халате не жарко? Ну, вообще в бане-то жарко и в халате, и без халата. Но этот халат из натурального льна, то есть натуральный материал, который как бы и впитывает то, что мой организм выделяет. И, в общем, мне достаточно комфортно. Как узбеки в жару пьют горячий чай и сидят в халатах. И чувствую себя замечательно. Так что это один из элементов комфорта для меня. Сейчас, Гера, мы пойдем с тобой попьем классного чайку. Готов? Да! А теперь делаем вот так. Опачки! О-о-о! Отлично! Ну что, Гера, попарились, попьем чайку. Ну, а, кстати, говорят, почему чайку? Русский канон, точнее сказать, современный канон подразумевает распитие пива по окончанию... Или кваса. Значит, я не встречал кваса, зато я встречал пиво. Да? Ну, вот многие, кстати говоря, задают себе этот вопрос. Что пить вообще в бане? Пиво, чай или квас? Скажу честно, что пить можно все, что хочется. Но в разумных пределах. Но в данной ситуации мы попьем чайку, объясню почему. Во-первых, мы заварили травки, которые принесут нам не только вкусовые ощущения, да, но и дадут какую-то определенную пользу. Если мы пьем квас, пользы там как таковой нет. Пиво тоже. Ну, польза небольшая есть, но это минимально. А здесь мы сейчас будем укреплять иммунитет. Я думаю, что ни квас, ни пиво иммунитет у нас не укрепят. А вот этот травяной чаек, который мы готовили, да, он как раз будет укреплять иммунитет. Давай-ка я сейчас тебе налью чашечку. Обязательно нужно процеживать, чтобы чаек был чистенький. Ну, и себе тоже налью чашечку. Вот, ну-ка попробуй. Запах. Чувствуется чабрец? Чабрец обладает удивительным свойством, от него очень приятный аромат. Такой специфический. Кто пробовал, тот знает. Вот, ну. Замечательный напиток получился. Вкус чабреца, мяты, иван-чай. Вот если бы мы пили с тобой квас, то лечебного эффекта как такового не было. Если мы просто отдыхаем и ставим перед собой задачу похудеть, поправиться, поправить здоровье. У каждого напитка есть свои свойства. Вот, кстати говоря, не все знают, что хорошее пиво, хорошее пиво, хорошее-то нефильтрованное пиво, естественное выражение, даже укрепляет сердечную мышцу. Но злоупотреблять этим нельзя, а чуть-чуть, в разумных пределах, хорошее пиво укрепляет сердечную мышцу. Мы с вами, Сергей, живем в России, поэтому о разумных пределах попрошу поподробнее. Вот, значит, если человек выпивает, скажем, после парилочки, ну, грамм 250-200 хорошего пива, это, я думаю, не повредит. Но именно, повторюсь, после парилочки нельзя пить до захода в парилку, а после парилочки хорошее пиво в пределах 250-300 грамм не повредит, даже доставит какое-то удовольствие. Но сегодня мы будем пить чай. Вот у нас тут травки, которые мы, да, причем вот я специально принес мед и хочу поделиться тем, как правильно пить не чай с медом, а я бы сказал мед с чаем, а именно. Вот как бы ты, Гера, кушал этот прекрасный мед? Вопрос на засыпку. У нас есть мед, есть чай. Вот твои действия. Я не знаю правильный ответ. Когда меня бабушка поила медом с чаем, она всегда размешивала как бы одну в другом. Ну, соответственно, мед в чай, да. Размешивала мед в чай. Да. Ну, бабушка, я не знаю, как бабушка, но, по крайней мере, хочу сказать одно, и многие со мной согласятся, что мед – это целебное, целебное вещество, но при температуре 45 градусов целебные качества меда, они исчезают. То есть он, как бы, так сказать, сладость остается, а целебные качества исчезают. А что в нем исчезает при температуре? Ну, он разлагается на составляющей. То есть если у него очень богатая формула микроэлементов, которые пчелки, так сказать, собирают, трудились, да, микроэлементы, почти вся таблица Меделеева, то если мы нагреваем, разбалтываем чай, у нас получается просто глюкоза, вот эта сладость, а все микроэлементы, они как бы выпадают, может быть, в осадок. Ну, по крайней мере, они теряют свою активность, биологическую активность, потому что мед – это биологически активное, живое вещество. И употреблять его нужно следующим образом. Нужно взять глоточек чая, насладиться вкусом чая, а потом, потом, заметьте, вкусить мед и не глотать его сразу. Он сладкий, приятный, и мы наслаждаемся вкусом, держим его под языком, и потом проглатываем. И он у нас начинает усваиваться в пищеводе, вот здесь, все целебные свойства его доставляют нашему организму пользу. И замечу еще, что хороший мед должен вызывать ощущение небольшой горечи в пищевой. Вот мне хочется чуть-чуть как бы покашлять. Это говорит о том, что мед хороший. На самом деле, очень важно использовать именно хороший мед. Для этого нужно разбираться, вот один из способов, я сказал, он должен першить, и еще один способ, чтобы определить качественный мед. Нужно взять ложечку и сделать вот такое движение. Вот видишь, он тянется. Тягучий такой. Да? Вот это говорит о том, что этот мед очень хороший. Ну попробуй, кстати говоря, мне твое мнение тоже интересно. По технологии, да? По технологии. По технологии. А чтобы целебные свойства этого меда, они принесли тебе стопроцентную пользу. То есть сначала мой глоточек чая, потом хорошего... Он похож на пиццу, в челепашках ниндзи. Да? И наслаждаемся вкусом. Ну как тебе, Гера, мне это нравится? Отличный. Да? Ну что, Гера, все сидим, сидим, разговариваем, разговариваем, пойдем-то делом займемся. Найдем чайку, стаканчик деревянный, и пойдем попаримся. Как следует. По-царски. По-царски. С вами был Сергей Беляев, у меня в гостях был Гера Белов. Встретимся в другой бане. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...